друзья всем большой привет и добро пожаловать на мой канал я очень рада что вы заглянули ко мне в гости и сегодня у нас очередное очень интересное видео я свой день начинаю с раннего утра уже сходила в душ и после душа делаю обязательные процедуры нужно увлажнить кожу лица потому что сейчас она у меня супер сухая я не знаю почему но у меня пересушены губы кожа лица руки и мы пока еще не включили отопление что же будет дальше вообще кожа у меня комбинированная но сейчас я чувствую что она очень сухая поэтому обязательно нужно ее хорошенечко увлажнить в первую очередь я наношу на кожу тонер от виши это средство я вам уже показывала она очень легкая и деликатная вслед за ним использую термальную воду также от виши тоже супер увлажняющее средство моя кожа проглатывает ее просто взахлеб ну и в конце наношу крем для кожи вокруг глаз и свой дневной увлажняющий крем от ст лаутер тут я уже нанесла свой ежедневный макияж и теперь сушу волосы переоденусь и уже буду в полной боевой готовности начинать свой продуктивный день сегодня моя уборка будет проходить в спальне и в санузле поэтому первым делом отправляю стираться наше летнее покрывало а также я сняла на матрасник и защитные наволочки с подушек их также буду сегодня стирать собираю волосы потому что пока еще жарко и работать с распущенными волосами просто нереально у нас уже в разгаре бабье лето обожаю этот период но к сожалению он длится не долго ну и девочки пока я буду убираться я хочу ответить на несколько вопросов которые задавала мне подписчица несколько влогов назад она мне задала несколько интересных вопросов ну и начну с первого она меня спрашивала всегда ли я была настолько организована везде чистота и порядок да девочки я всегда была очень организованным человеком вот сколько себя помню с подросткового возраста весь юношеский период я всегда была организованной и ответственной мне мама часто говорила что у меня всегда в шкафу и в ящиках был полный порядок на моем письменном столе всегда был порядок пока я училась ну и потом приехав к лицу в 17 лет я вышла на работу и каждое утро я как солдатик при первом же звонке будильника вставала готовилась и выходила на работу потом были периоды когда я пару месяцев не работала работали родители ну и когда мама возвращалась с работы у меня дом был всегда чистый убранный еда приготовлена ей никогда не нужно было мне говорить вот сделай то или это я сама видела и понимала какие дела нужно поделать по дому и делала без указа я по природе такой человек который не переносит беспорядок и грязь у меня везде должен быть порядок но естественно с рождением детей мне пришлось наступить себе на горло немного расслабиться потому что идеальной чистоты и идеального порядка с маленькими детьми да и со взрослыми тоже уже не добьешься я думаю идеальная чистота и порядок может быть у человека который живет один и он один хозяин своего дома но когда в семье живут несколько человек то там просто нереально содержать все в порядке но в целом я очень организованный и ответственный человек я люблю программировать свой следующий день свою неделю мне так спокойнее живется и я ни в коем случае не люблю нарушать свою программу следующий вопрос был такой какими были ваш быт и будни когда дети были маленькие но девочки быт был нелегким с двумя малютками потому что когда родился младший сын старшему было ровно два года и шесть месяцев двое маленьких детей которые каждую минуту нуждались во мне каждый день у меня была какая-то уборка в какой-то зоне чтобы не запускать санузел например кухню комнаты я хотела чтобы везде у меня была чистота и порядок пока младше был младенцем он слава богу любил поспать он как мужичок спал всю ночь и в течение дня он очень хорошо спал ну и пока он спал я занималась старшим сыном и какими-то делами это была каждодневная готовка я готовила нам взрослым еду но в лучшем случае на два дня отдельно готовила старшему сыну потому что накормить христо это было наказание я до сих пор помню этот стресс мы начинали с завтрака и его завтрак заканчивался в обед вот он мог несколько часов жевать свой завтрак у маленького естественно поначалу было грудное вскормление потом это были какие-то каши супчики которые я также готовила отдельно от других насчет стирки все было точно так же взрослые вещи я стирала отдельно вещи двухлетнего ребенка я естественно стирала отдельно ну и вещи младенца также стирала отдельно поэтому у меня каждый день была стирка а иногда несколько стирок день и соответственно потом собиралась огромная куча глажки а потом еще с детьми обязательно нужно было погулять на свежем воздухе старшему нужно было побегать выпустить свою энергию и по возвращению я их обязательно каждый день купала и только потом укладывала спать тяжело было конечно помощи не было никакой потому что все мои работали у них был один воскресный день выходной и я не хотела никого тревожить только знаете по таким случаем если мне нужно было сходить к врачу вот тогда да я просила я оставляла детей с мамой или сестрой первые три года очень тяжело было девочки имею ввиду с того момента как родился младший сын потому что я была ужасной перфекционисткой я хотела везде и все успеть у нас есть очень много фотографий в домашнем архиве когда дети маленькие совсем и на всех фотографиях я выгляжу очень уставший когда дети смотрят эти фотографии они всегда смеются и говорят мне мама почему ты тогда выглядела такой несчастной но на самом деле я не была несчастна я всегда была очень уставший конечно же с годами пришло это понимание что не обязательно везде все успевать и во всем быть идеальной я поняла что мое моральное и физическое здоровье намного важнее дома и идеального порядка и чистоты в нем я потихонечку начала расслабляться отпускать от себя эту навязчивую идею идеального порядка и поняла что ничего страшного если я не успею сделать что-то сегодня то сделаю завтра и никуда от меня это не убежит и ничего страшного не случится и еще один вопрос был такой по каким правилам и принципам мы воспитывали своих детей первым делом наверное стоило бы отметить тот факт что к сожалению мы не рождаемся готовыми родителями нас никто и нигде этому не учит и не подготавливает поэтому естественно мы ошибались и учились на своих ошибках я со своей стороны постаралась в них развить человечность доброту отзывчивость ну и давайте не забывать о том что дети нас копируют они видят как мы относимся к людям будь это родные друзья знакомые или просто какие-то случайные люди которые нам встречаются на пути они смотрят наши отношения к людям и повторяют наше поведение потом я очень хотела чтобы у нас были дружеские отношения мои мальчики знают что могут нам рассказать абсолютно все и мы это поймем и примем для меня это было всегда очень важно я им говорила об этом с раннего детства я им говорила что они дети и естественно они будут допускать ошибки главное не упустить момент главное если произошло что-то важное что если они допустили какую-то большую ошибку главное прийти и рассказать родителям и нет нерешаемых проблем мы вместе решим эту проблему и все разрешится но если они утаят о чем-то важном и мы не будем знать что происходит с ними на самом деле то и помочь мы им никак не сможем вот и это очень важно ребенку знать что он всегда может прийти и рассказать свою проблему мы очень часто шутим между собой смеемся но в то же время я не разрешаю чтобы они перегибали палку например все таки я им даю понять что я и мама они какая-то там подруга вот тоже очень важно расставлять границы а чему я безумно рада это тому что я всегда слушала своих детей прислушивалась к их хотелкам и не хотелкам никогда не заставляла никогда не давила я советовала разговаривала с ними искала какие-то другие пути но никогда не давила и знаете наверно вернусь к тому что я сказала в начале о том что все таки дети учатся на нашем примере они видят что мы не лентяи мы работяги видят как мы заботимся о семье о них они видят как я забочусь о своей маме и я думаю что все это не пройдет мимо них они это видят с детства с детства все это впитывают в себя и мне кажется что они будут вести себя точно так же ну и последний вопрос был такой что меня может вывести из себя чего больше всего я не люблю ну что может вывести меня из себя девчонки если кто-то прошелся в грязных туфлях по квартире если мой сын бросает свой портфель на пол и не убирает его в специальный ящик не до конца закрытые ящики и все тому подобное ну это шутка конечно все это естественно раздражает но не выводит меня из себя меня так как наверное всех нормальных людей может вывести из равновесия ложь я не люблю лгунов и лицемеров ну и как правило я с ними не общаюсь я не выношу несправедливость и если она происходит на моих глазах то я не останусь в сторонке я приму позицию того человека к которому отнеслись несправедливо не знаю может быть это мой минус но я никогда не проходила мимо и не говорила что моя хата с краю меня это не касается также не выношу хамов и хамство у меня вообще девиз по жизни все что ты не делаешь делай красиво и детям своим всегда говорила даже если вам кого-то нужно поставить на свое место делайте это красиво ну насколько это возможно естественно еще не выношу людскую безответственность и лень не люблю сплетников людей которые бесконечно обсуждают других а сами при этом ничего особенного не делают своей жизни с такими людьми тоже стараюсь не общаться да и в принципе мне с ними не о чем разговаривать одним словом меня может вывести из равновесия все то что выводит из равновесия любого нормального человека а вообще я по жизни оптимист я не могу долго страдать не могу пребывать в мрачном настроении она у меня очень быстро проходит я всегда верю что завтра будет лучше чем сегодня поэтому я живу легко довольствуюсь тем что имею не усложняю свою жизнь а наоборот нахожу во всем позитив вывести из равновесия любого нормального человека вывести из равновесия любого нормального человека Субтитры сделал DimaTorzok Только что пришел заказ для младшего сына, он заказал себе куртку на зиму, ему уже в этом году нужно было курточку менять, в общем он смотрел, уже несколько дней искал, потому что хотел взять себе какую-то очень хорошую, очень дорогую куртку, он мне сказал, что это марка Колумбия, какая-то очень хорошая марка, В общем он себе мало чего берет, но если берет, знаете, так редко, но метко, как говорится, смотрите, какая красивая, правда, действительно очень хорошая, вот их логотип Колумбия, Так, в общем стоила она 179 евро, смотрите, какая шикарная девочки, я бы тоже не отказалась от такой, в общем там были в разных расцветках, он со мной, конечно, советовался, я ему сказала, что лучше всего, вот, это сочетание черного и бежевого, Потому что там были черный с синим, черный с коричневым, но вот это очень стильно, мне кажется, вот так она выглядит, в общем красота, сейчас он вернется со школы, обрадуется, конечно, я у него спросила, если я могу открыть, сама показать, он мне сказал, ладно, мама, открывай, в общем, сейчас будет у него счастье полные штаны. Ну что, ребята, я пришла на свою любимую кухню, потому что хочу приготовить яблочный пирог, давно не пекла пироги, ну а мы, знаете, привыкли, когда начинается уже чайный сезон, я очень часто пеку пироги к чаю. Я взяла 3 средних яблока, думаю, любые яблоки подойдут, кроме кислых и твердых сортов, я их почистила, убрала сердцевину и нарезала на дольки приблизительно в 1 сантиметр, насыпала 2 столовые ложки сахара и выжала сок половины лимона, все перемешала и положила в сторону. В чаше я разбила 3 яйца, все продукты, ребята, у меня комнатной температуры и плюс сливочное масло, которое растопила чуть ранее, оставила его также остывать до комнатной температуры. Теперь яйца я взбила где-то полминутки и добавила сахар. Эту массу я буду взбивать до белой пышной пены. Когда масса побелеет и станет пышной, я сюда вливаю тонкой струйкой растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешиваю и также тонкой струйкой вливаю молоко комнатной температуры. В стакане у меня мука, в муку добавляю 2 чайные ложки разрыхлителя и перемешиваю немного. И эту муку я мешаю в 2 захода. Тесто у нас должно получиться средней консистенции, ну такое и не густое и не жидкое. Формочку смазываю сливочным маслом, но также можно постелить на дно формы пергаментную бумагу. И выливаю сюда тесто. Выравниваю лопаткой и начинаю закладывать яблоки. Яблоки кладу в произвольном порядке. Можете даже выложить в виде цветка или сделать какой-то другой узор. Ну здесь уже можно поиграть и пофантазировать. Лимонный сок, который у меня останется в миске, я не выброшу. Я этим соком залью пирог. Духовку уже включила на 180 градусов, а пирог выпекался 50 минут. Вот такой пышный пирог у меня получился. Мне остается припудрить его немного и оставить полежать буквально 10 минут. Ну а после нарезаю и пробую. Этот пирог всегда получается на 100%. Вкусный, ароматный, готовится легко и быстро. В принципе, фрукты и ягоды сюда можно использовать любые. А я уже буду закругляться, девочки. Надеюсь, что было интересно, что ответила на ваши интересные вопросы. Мы с вами убрались, приготовили и вкусно завершили этот день. Всем большое спасибо, что были со мной. Жду ваши лайки, комментарии, подписки. Всех целую, обнимаю и всем пока-пока.